Офтальмолог увидит и скажет, нет, этой женщине точно противопоказаны естественные роды. К сожалению, даже это не всегда помогает. Гинекологи максимально далеки от офтальмологов. Никаких данных, которые могли бы поддержать эту точку зрения, только стародавний приказ. Ждать от офтальмолога благословения или неблагословения в этой ситуации вообще как-то странно. Спокойно отпускаем пациентку, освоясь. Любая женщина может решать, как ей рожать. Противопоказана лазерная коррекция в период беременности. Ничего в ней не понимаем и очень сильно опасаемся. Нет в этой необходимости. Я кажется, это супер важно подчеркнуть. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы будем обсуждать ситуации, в которых происходит взаимодействие между акушером-гинекологом и офтальмологом. Меня зовут Татьяна, я акушер-гинеколог, и со мной в студии Людмила, офтальмолог. Здравствуйте. Надо признаться, ситуации, в которых мы взаимодействуем не так уж и много. Но есть такая святая святых, это беременность, когда каждый уважающий себя акушер-гинеколог должен направить женщину на осмотр к офтальмологу. Мы должны признать, что это регламентируется 572 приказом, и здесь мы сделать ничего не можем. Мы должны, правда, это делать. Людмила, скажите, с точки зрения офтальмолога, вам нужна каждая беременная женщина на осмотре? Активный офтальмологический скрининг беременных на самом деле не оправдан. Но мы подчиняемся тем законодательным документам, которые приняты в нашей стране, поэтому гинекологи направляют, мы смотрим. Другой вопрос, чего ждут от нас гинекологи, направляя к офтальмологам? Как-то так традиционно уже сложилось, что большинство гинекологов думают, что к ним должна беременная женщина вернуться от офтальмолога, как я называю, с благословением на естественные роды разрешения, либо с показанием на кесарево сочинение. Ни один из существующих документов не обязывает нас, офтальмологов, разрешать или не допускать женщинам естественные роды. А можно я перебью? Документы — это полдела, но если мы говорим о реальных обоснованиях, вот есть ли ситуации, когда вы... Мы направляем в первом триместре к вам женщину. Есть ли реальные ситуации, в которых с первого триместра, вы скажете, нет точно этой женщине не позволены естественные роды? Почти никогда нет. Ну, то есть я, например, за 10 лет своей практики ни одной женщине не дала какой-то запрет на естественное родоразрешение. А офтальмологических противопоказаний к естественному родоразрешению практически не бывает. И если мы возьмем ваши клинические рекомендации по ведению пациентов и проведению их тактики родовоспоможения, то там из офтальмологических, кажется, будет звучать только осложненная миопия. Сложненная миопия, да. Млизорукость. Это такая больше дань традиции, чем здравому смыслу или современным научным данным. Когда-то действительно миопия в высокой степени, еще во времена СССР, являлась абсолютным показанием к исключению потужного периода в родах. Потому что считалось, что такие пациентки имеют высокий риск отслойки сетчатки. По тем данным, которые мы имеем сейчас, мы можем совершенно смело утверждать, что то, чем обычно пугает беременная, это ригматогенная отслойка сетчатки. То есть та отслойка, которая образуется из-за скопления жидкости супрединальной подсетчаткой вследствие разрыва, какого-то разрыва слоев сетчатки. Беременная женщина в плане риска отслойки сетчатки ничем не отличается от своего супруга, тети, дяди и так далее. То есть беременность и сами естественные роды не являются дополнительным фактором риска развития этой отслойки сетчатки. И, соответственно, правильно ли я понимаю, что в первом триместре нет таких сигналов, независимо от степени миопии, которые офтальмолог увидит и скажет, нет, этой женщине точно противопоказаны естественные роды? Нет. То есть так вопрос мы, в принципе, наверное, даже не ставим. Задача офтальмолога – оценить состояние глаза женщины для того, чтобы определить необходимость наших каких-то вмешательств в течение беременности и выработать тактику ведения таких пациенток. Действительно, пациентки с близорукостью относятся к группе риска по развитию отслойки сетчатки. Но мы всегда говорим о том, что отслойка сетчатки вообще очень редкая патология. В общей популяции она встречается меньше, чем в 1% случаев. Но у миопов, то есть у близоруких пациентов, где-то в несколько раз повышен риск отслойки сетчатки. Связано это с тем, что близорукий глаз длиннее, сетчатка истончается. Чаще всего это происходит на периферии сетчатки. И при каких-то дополнительных факторах может образоваться разрыв, от которых скапливается жидкость, формируется отслойка сетчатки. Отслойка сетчатки – это угрожающее зрению состояние, которое требует медицинского вмешательства для того, чтобы сохранить центральное зрение. Беременные женщины с чем чаще всего приходят к офтальмологу в первом триместре? Что чаще всего вы видите, что вообще вас не беспокоит и не требует никаких дальнейших манипуляций? То есть нормальные изменения зрения, например, при беременности. Чаще всего такие пациентки могут жаловаться на усиление симптомов сухости глазной поверхности. И это действительно может быть ассоциировано именно с беременностью. Это может быть снижение зрения. Действительно при беременности может увеличиваться несколько близорукость. Связано это с тем, что на фоне гормональных изменений происходит накопление жидкости в ткани глаза, в роговице, в хрусталике, что меняет их преломляющую силу. И действительно минус может несколько увеличиться. Эти изменения практически всегда приходящие. То есть после завершения лактации или уже даже после родов, минус обычно возвращается к прежнему, который был до беременности. Именно поэтому, кстати, не рекомендуется и противопоказана лазерная коррекция в период беременности. До беременности, после завершения лактации делать можно, а во время нет, именно потому что невозможно рассчитать точную силу лазерного воздействия. Можно просто сделать перекоррекцию. Изменение пигментации кожи век может быть на фоне беременности. Но это вот из того, что чаще всего встречается иногда незначительное опущение века. Это тоже является нормой и проходит после родоразрешения. Все эти жалобы, они могут потребовать от нас какого-то внимания, но чаще всего все сводится к тому, что мы либо назначаем увлажняющие капли, которые помогают пережить этот период в более комфортном, либо мы просто объясняем, с чем это связано, что этого бояться не нужно, и спокойно отпускаем пациентку, освоясь. Хорошо, а какие прям точно красные флаги для вас при осмотре, и как вы их напишите нам, акушерам-гинекологам, чего нам вот правда надо бояться после вашего осмотра, консультации? Какие истории нас пугают? Ну, вообще любое снижение зрения резкое должно заставить нас искать что-то, с чем это может быть связано. Да, наверное, единственное, здесь я, может быть, только укажу на то, что пациенты с сахарным диабетом, даже в отсутствии жалоб с их стороны, обязательно должны проходить скрининговое обследование у офтальмологов, причем это важно сделать до беременности для того, чтобы понять, есть ли диабетическая ретинопатия. Это, конечно, больше касается пациентов с сахарным диабетом первого типа, большая часть молодые пациентки, и это позволяет спрогнозировать и определить план наблюдения таких пациенток дальше во время беременности. В первом триместре все пациентки с сахарным диабетом обязательно должны побывать у офтальмолога, чтобы определиться с тем, как часто в дальнейшем им придется проходить такие осмотры, потому что почти в половине процентов случаев диабетическая ретинопатия прогрессирует в течение беременности. И действительно не всегда, то есть на ранних стадиях субъективно это не будет проявляться никакими симптомами. Правильно я понимаю, что в части стран, в принципе, диабет – это единственное показание для консультации офтальмолога во время беременности, если не появляются каких-то серьезных жалоб? Да, в основном в западных странах так и есть. Они часто исходят из понятия cost-efficiveness. Экономическая целесообразность. Нам этого, конечно, наверное, даже немножко не хватает, потому что с этой точки зрения действительно такой активный скрининг беременных у офтальмолога, он не совсем оправдывает себя. А если вы от офтальмолога получаете заключение о том, что в связи с периферической дистрофией сетчатки рекомендуется исключить потужной период родов, для вас это прямое руководство к действию? Или все-таки вы вольны обсуждать с женщиной возможные риски, тактики? То есть чем вы руководствуетесь в данном случае? Я руководствуюсь заключениями офтальмолога, которому я доверяю, Людмила Александровна. Поэтому я не получаю таких заключений, если честно. Но здесь, естественно, надо понимать, если мы направляем на консультацию к смежному специалисту, мы не имеем права сделать вид, что мы не получили этого заключения. К тому же гинекологи максимально далеки от офтальмологов просто по телу. Поэтому, конечно, мы боимся вашей патологии. Конечно, мы ничего в ней не понимаем и очень сильно опасаемся. И пациентка читает ваше заключение. И, соответственно, пациентка тоже видит исключение потужного периода. Может обозначать щипцы, вакуум-аспирацию плода. В общем-то, мало кто на берегу согласится на щипцы. И вакуум-аспирацию, естественно, все... Ну, не естественно, но большинство... Если мы будем обсуждать щипцы, вакуум и кесарево, то 99% будет перед кесарево, естественно. Для нас это не руководство к действию. Тактику роторазрешения выбирает акушер-гинеколог. И она может меняться, естественно, в процессе родов. Но это повод задуматься. Именно потому что мы максимально мало понимаем в вашем органе. Для нас это максимально такая темная история. Но если я получаю от какого-то офтальмолога, с кем у меня нет прямого контакта, я почти всегда постараюсь... Либо я знаю эту ситуацию, либо эти ситуации возникают, когда там миопия минус 2, все окей при осмотре и перестраховка. Тогда, в общем и целом, я беру на себя смелость вести диалог с пациенткой о том, что мы можем попробовать естественные роды. Либо если там какие-то более серьезные истории, бывают диагнозы, в которых ты вообще ничего не понимаешь и никогда с ними не встречался, тогда у меня есть все основания направить к другому доктору. К счастью, у меня есть знакомые офтальмологи, которые мне доверяют. Но вообще гинеколог ждет нашего благословения или достаточно того диагноза, который мы опишем. То есть нас же никто не обязывает, опять же, писать возможные, невозможные естественные роды. Если от меня пациентка уйдет с диагнозом миопия в высокой степени, периферическая хориоретинальная дистрофия сечения. Это будет показанием для кесарево сечения. Вот если пациентка от вас уходит с таким диагнозом, для акушера-гинеколога это осложненная миопия точно. А мы должны опираться на наши регламентирующие документы. Поэтому в этой ситуации, конечно, нам очень поможет, если вы напишете, не выявлены противопоказания к естественным родам. К сожалению, даже это не всегда помогает. Здесь еще надо учитывать, что очень часто просто любая миопия в заключении офтальмолога, пациентка гуглит, и все, что она гуглит, это почти всегда кесарево. И уже даже врачок-кушер-гинекологу убедить, что миопия не является показанием сама по себе кесарево сечения, очень сложно. Поэтому здесь это еще и фактор воздействия на пациентку тоже, объяснение пациентки тоже. Потому что, конечно, ответственность все равно финально несет акушер-гинеколог. И для нас очень важно, когда у нас есть поддержка со стороны коллег в наших наилучших мероприятиях ожиданиях. Хотя бывают и обратные ситуации, когда пациентка мечтает о кесарево сечении, именно потому что она всю жизнь жила в страхе о том, чуть ли не с подросткового возраста говорили, ну, у вас близорукострожать точно будете кесарево. Я честно могу сказать, я знаю случаи в своей практике, когда я видела по пациентке, которая уходила от меня с заключением, возможно, нет противопоказания к естественному роду разрешению, и я понимала, что я ее не убедила, что я этот страх, который живет так давно, не смогла побороть. И она, скорее всего, пойдет завтра к другому офтальмологу, который напишет то, о чем она хотела и ждала. Здесь, на самом деле, совершенно отдельная история, не только про миопию, а вообще, в принципе, про страх родов. Даже есть сейчас мнение там ЭКОГ, American College of Epistetric Syncy Necologists, про то, что, в общем, кесарево по желанию женщины, сейчас я скажу абсолютно такую вещь непопулярную, но может обсуждаться кесарево по желанию женщины при наличии панического страха естественных родов. Это не значит, что любая женщина может решать, как ей рожать, но, опять же, если здесь есть взросшенный с ней панический страх, то неизвестно, что большее зло, пустить ее в роды в панике или закончить беременность так, как она вообще визуализировала себе всю жизнь. Это спорный такой чисто этический момент, конечно же, но я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, про этот страх родов, он касается не только офтальмологии, кому-то там про варикоз рассказывают, бешеный, тазовых органов, и тоже пугают, что с этим нельзя рожать и так далее. Поэтому это все понятная история. Я хотела бы вернуться к вот этим вот опасным симптомам. Мы обсудили, что при отслойке могут быть искры, вот эти выпадения полей зрения и так далее, но они же могут быть не только при отслойке, правильно? Вообще, это симптомы задней отслойки стекловидного тела. Это состояние, которое рано или поздно происходит практически у каждого. То есть стекловидное тело — это такая гелеобразная масса, которая заполняет больший объем нашего глаза, и она спаяна с сетчаткой в некоторых местах достаточно крепко. С возрастом стекловидное тело начинает разжижаться и потихонечку отслаивается от сетчатки. И появляются мушки. А вот эти плавающие... Мушки, да. Плавающие мушки называются. Очень разжижаются. Расскажите, мы всех видим, каждый из нас видит их. Да, причем это действительно и встречается в молодом возрасте. Просто чем старше мы становимся, тем чаще частота встречаемости может несколько усугубляться их количество, увеличиваться их количество. Почти всегда это не опасный симптом. И мы с этим ничего не делаем. Мы просто констатируем факт, что это есть, объясняя пациентам, что это не опасно, что это не лечится никакими рассасывающими витаминами, препаратами. И почти в большинстве случаев это всегда какие-то мелкие плавающие мушки, которым головной мозг постепенно адаптируется. И если не зацикливаться на этом, то это просто все благополучно не замечается. То есть если во время беременности это было, а потом это прошло, это мозг привык или это прошло-прошло? Нет, это не прошло. Это мозг привык. Да, это просто привыкли. Но если резко увеличилось количество этих плавающих мушек, это может затуманивать зрение и так далее, то, конечно, да, это симптом достаточно грозный. Это требует незамедлительного обращения к офтальмологу, потому что это может быть симптомом уже отслойки сетчатки. То же самое касается, например, искр, вспышек, молний. Иногда эти симптомы, и чаще всего, точнее, эти симптомы, которые связаны просто с тем, что вот когда стекловидное тело начинает отслаиваться от сетчатки, оно как бы его немножко подергивает за себя, да, то, что называется тракцией. И в этот момент возникает вот такой вот световой феномен. Опять же, это повод обратиться к офтальмологу. Неважно, беременны вы или нет. Это повод провести осмотр широким зрачком для того, чтобы посмотреть, не произошел ли в этом месте, где идет натяжение, да, со стороны стекловидного тела, разрыва отслойка сетчатки. Потому что где-то в 20% случаев у пациентов с такими жалобами мы будем выявлять разрывы сетчатки и, соответственно, рекомендовать им проведение лазерной коагуляции. Эти пациенты могут и должны находиться иногда под динамическим наблюдением. То есть если на первичном осмотре мы не обнаружили этого разрыва, но жалобы продолжают беспокоить, мы обязательно должны предупредить, что через месяц лучше прийти и посмотреть еще. Потому что еще где-то в 5% случаев мы, скорее всего, через месяц или через 3 месяца выявим этот разрыв. И скорректируйте лазерной коагуляции. Да, в данном случае будет тогда. То есть вообще показанием к лазерной коагуляции сетчатки, как профилактике отслойки сетчатки, будут именно симптоматические разрывы сетчатки. То есть когда мы видим изменения и когда это сопровождается симптоматикой. Бессимптомные почти всегда мы будем наблюдать. В зависимости от, скажем так, степени опасности этих дистрофий просто реже либо чаще. Там от 3 месяцев до раз в год динамическое наблюдение. Что-то еще, чего-то еще из чисто офтальмологических заболеваний, помимо отслойки, вот чего еще прям надо бояться при появлении симптомов? О чем мы думаем, вот прям страшно? Ну, страшно случается крайне редко. Да, но мы должны... Мы, конечно, во-первых, должны обращать внимание женщин, которые уже имеют какой-то предшествующий глазной патолог. Здесь речь идет, например, об увитах, связанных, например, с тем же самым ревматоидным, да, юношским артритом. Они могут как-то изменять свое течение на фоне беременности. Кстати, чаще всего они, наоборот, даже притихают. И могут быть, наоборот, обострения уже после. Гипертиреоз тоже должен обращать на себя внимание. Он может усугубляться и потребовать активного вмешательства. Чаще, опять же, все-таки эндокринологов с нашей стороны. Это чаще просто констатация факта и динамическое наблюдение. Вот я правильно понимаю, что при гипертиреозе, при развитии экзофтальма, в общем-то, офтальмолог мало что может скорректировать своими силами. Ну, по-разному. Зависит все-таки... Мы даже здесь больше боимся не самого экзофтальма, а больше компрессионной оптической нейропатии, да. То есть, когда уже увеличенная структура орбиты будут сдавливать зрительные нервы, это может приводить к резкому снижению зрения. Там уже требуется активное вмешательство. Но опять же, мы говорим, резкое снижение зрения, да, гипертиреоз. Гипертиреоз, это все истории, которые мы очень пристально наблюдаем. Это не то, что какая-то там случайно возникшая патология. А так оно и есть, на самом деле. То есть, большинство таких пациентов, они будут знать о своей патологии, и просто это потребует их более тщательного офтальмологического обследования, да. Есть определенный страх, например, у пациентов с демилизирующими заболеваниями, с рассеянным склерозом, как будет протекать это заболевание во время беременности. Здесь, опять же, наш прогноз офтальмологов, собственно, как и неврологов, он всегда такой крайне осторожный, потому что на самом деле протекает по-разному. И, ну, рекомендовать, скажем так, отказываться от беременности, наверное, тоже, ну, вообще редко когда бывает оправдано. Чаще всего таких кардинальных изменений не происходит. Может иногда во время беременности манифестировать клинические аденомогипофизы, например. Да, потому что она может действительно увеличиваться в размерах и приводить уже к клинике снижения зрения, сужения полей зрения. Все-таки и то, и другое, или чаще снижение зрения, чаще выпадение, сужение полей зрения? И то, и то. Да, на самом деле по-разному. То есть выпадает чаще всего, если не ошибаюсь, бетемпорально, и если это доходит до центра, то может и снижаться центральное зрение. Но это редкая совсем история, правильно я понимаю? Нечастая, действительно нечастая. Но это требует, опять же, вот совместного наблюдения уже с неврологами, иногда и с нейрохирургами. Это может потребовать от нас более частых обследований, потому что мы можем судить, да, о росте аденомы и по зрительным функциям, да, по тому, как изменяются поля зрения. Мы будем просто чаще обследовать таких пациентов и внимательнее их наблюдать для того, чтобы давать свои рекомендации уже, например, неврологам, там, нейрохирургам. Есть ли еще какие-то серьезные заболевания, не связанные с органом зрения, которые могут манифестировать именно глазными проявлениями во время беременности? Ну, или вне беременности? Какие-то опухоли мозга, ну, злокачественные или доброкачественные, помимо аденомы гипофиза? Может ли быть? Нет, они бывают разные, естественно. Там могут быть и менгиомы, и глиомы, ну, их огромное количество, и они могут проявляться зрительной дисфункцией, наблюдается так. Ну, то есть это все всегда протекает с какой-то активной клинической симптоматикой. Вряд ли найдется пациентка, у которой что-то серьезное, и мы этого не заметим. То есть, например, в беременности, вот сейчас я подумала, может быть, псевдотумор, диапатическая гипертензия. Вот, идиопатическая внутричерепная гипертензия, да, или псевдотумор головного мозга. Псевдотумор. Это как раз заболевание, которое может протекать достаточно доброкачественно, выражаться головными болями, снижением зрения. Чаще всего это преследует пациентов, женщин тучных, после 30. Они находятся в группе риска, и это может приводить к достаточно резкому снижению зрения. Офтальмолог в этом случае нужен обязательно. Мы будем видеть на глазном дне картину отека зрительного нерва и давать, опять же, свои рекомендации уже неврологам. Но вот надо сказать, что вообще большинство состояний, которые так или иначе обостряются, в том числе и глазных, да, или появляются вновь в течение беременности, которые сопровождаются зрительной дисфункцией, они чаще всего и проходят после того, как беременность завершается. Мне хотелось бы подвести итог. То есть пациентка без симптомов, беременная, идет к офтальмологу по приказу 572, но в общем и целом особого смысла в этом нет. И ждать от офтальмолога благословения или неблагословения в этой ситуации вообще как-то странно, да, если у нее нет жалоб, нет симптомов и так далее. Если у пациентки с сахарной диабетом она точно должна пройти к офтальмологу, и любые жалобы и симптомы – это повод пойти к офтальмологу. Потому что есть еще такая история, что, допустим, при эклампсии возможно появление зрительных симптомов. И важная история, чтобы все равно направить пациентку к офтальмологу, чтобы исключить, а, другую патологию, да, и исключить развитие осложнений, которых мы как гинекологи можем не знать. И самое страшное, по сути, с чем, в общем, в среднем придет к нам пациентка от вас, да, без какой-то редкой действительно патологии, это дистрофия, правильно, будет миопия с периферической хориоретинальной дистрофией. Ну, почти всегда. Почти всегда, да. Чаще всего, что мы увидим от вас. И, в общем, это в целом, это тоже не показание кессарево-сечения, потому что это можно либо наблюдать, либо скоагулировать. Если требуется, да, выполняется профилактическая лазерная коагуляция сетчатки и пациентки. Спокойно рожает самостоятельно. У пациентки с высокой близорукости, минус 13, минус 15, даже минус 20, я давала свое благословительное, естественно, роде, и все протекало благополучно. Мне кажется, это супер важно подчеркнуть, что сама по себе миопия никакая, ни минус 9, ни минус 13 не является показанием кессарево-сечения вот здесь и сейчас сходу, правильно? Да, да, у нас нет никаких данных, которые могли бы поддержать эту точку зрения, только стародавний приказ времен СССР, когда, тогда, видимо, должны были этому подчиняться. У нас сейчас в этом отношении руки совершенно не связаны. И мы можем адекватно оценивать ситуацию и разъяснять возможные риски от кессарево-сечения, насколько я знаю, не даже больше, чем от естественных родов для здоровья и женщины, и малыша. Это генерально, да, но опять же, это сейчас вызовет протесты, это всегда тема такая очень-очень острая. Но в общем целом мы должны, конечно, руководствоваться здоровым смыслом, результатами исследований и так далее. Вот совсем не коснулись темы чисто такой глазной, но которая тоже требует внимания обязательно. Это пациенты с глукомой, допустим. Она бывает в том числе и ювенильной, то есть встречается у молодых, и они обязательно также, вот если мы говорим, например, о пациентах с сахарным диабетом, здесь тоже важно, чтобы они были, проходили осмотры офтальмолога. Но это, как правило, не является каким-то исключением, потому что эти пациентки наблюдаются регулярно офтальмолога. Да, это беременно, не беременно, она должна прийти к офтальмологу. Да, поэтому от нас, конечно, это тоже требует определенного внимания и участия в мероприятиях по снижению внутриглазного давления. Сама по себе беременность, она может почти всегда сказываться благоприятно на внутриглазном давлении, то есть снижается, происходит физиологическое снижение. То есть это единственная ситуация, когда офтальмолог может сказать, вам бы беременеть мелочкой, пустой, если никак не можем справиться. Вот, и иногда приходится просто предварительно готовиться к беременности офтальмолога. Большинство препаратов, которые применяются для лечения глаукомы, очень ограничено наше знание о том, об их тертогенном эффекте, об их безопасности и для ребенка в первую очередь. Поэтому чаще всего мы таких пациентов, либо, может быть, предварительно даже оперируем на этапе планирования беременности. Это может быть выполнение, например, лазерной операции, которая позволяет нам отказаться над капель на период беременности. Либо, если это какие-то начальные изменения, то мы иногда можем в беременность позволить себе отменить какое-либо медикаментозное лечение, зная о том, что давление само по себе может снизиться. И вот тут тоже возникают некоторые споры. У пациенток можно ли их пускать в естественные роды, не может ли потужной период родов привести к какому-то резкому подъему внутриглазного давления. И вот убедительных данных, что это может произойти, и значимо скажется на состояние зрительных функций у нас тоже нет. Сами по себе потуги сопровождаются этим феноменом вальсаль, когда повышается внутригрудное давление и может действительно повышаться внутриглазное давление. Но, как правило, это очень краткосрочное повышение, которое значимо не сказывается на состоянии зрительного нерва и, соответственно, на состоянии зрительных функций. Поэтому здесь тоже, наверное, на тактику родовоспоможения не должно влиять наличие глаукомы у пациенток. Но мы должны, конечно, максимально постараться снизить давление доступными нам способами. Может быть, если бы ко мне пришла пациентка с некомпенсированным внутриглазным давлением, вот-вот, который там сегодня-завтра родит. Возможно, в этом случае я бы написала некоторые предостережения для гинекологов, хотя оно основывается больше на наших каких-то страхах, неуверенности, что всё может быть хорошо. Но, с другой стороны, и обратных доказательств у нас нет, что нам нужно этого бояться. Мы не можем собрать статистику по пациентке, которая всю жизнь жила с глаукомой, и во время беременности ни разу никому не показалось. И тут раз и решила прийти к офтальмологу зачем-то перед родами. Да, это сейчас всё-таки казалось. Понятно, что мы не знаем, мы реально не знаем, что с ними, как с ними, я так понимаю. Ну что, мне кажется, мы беременных обсудили вдоль и поперёк. Почти. Есть же ещё серозный отслойка сетчатки. Вот про неё-то я и забыла. Да. Это как раз те случаи, когда вам будут рассказывать офтальмологи, что, а вот в нашем, в нашей больнице случилась отслойка сетчатки либо в родах, либо предварительно, а вы говорите, что не нужно бояться. Вот здесь как раз речь идёт о серозной отслойке сетчатки, которая не связана с близорукостью, с периферическими дистрофиями разрыва сетчатки, а связана, ну это пациентки как раз при эклампсии, или даже уже скорее эклампсии, то есть это то состояние, которое будет сопровождаться, помимо каких-то ишемических сосудистых изменений, может сопровождаться уже чаще всего всё-таки в терминальной стадии, серозная отслойка сетчатки, когда скапливается жидкость, расслаивает сетчатку, и это может приводить действительно к резкому снижению зрения, и будет приводить, да, в зависимости от родственной страны. Может, потому что в зависимости от того, как долго держится эта серозная отслойка сетчатки, могут происходить необратимые изменения в пигментном слое сетчатки, которые не позволят зрению восстановиться даже после родоразрешения, и после того, как сетчатка приляжет, всё равно зрение может остаться резко сниженным. Но известна частота развития вот этой истории? Мало-мало-мало-мало. То есть это действительно какие-то соты, и здесь, наверное, даже будет больше зависеть от тактики гинекологов, потому что это терминальная стадия. Мы не всегда можем, конечно, здесь важно, да, мы не всегда можем скорректировать давление во время беременности, это не всегда в наших силах, но, естественно, есть тактики и досрочного рода разрешения, именно когда мы не можем справиться с ситуацией, и это очевидно в нашей компетенции, в нашей вместе с терапевтами и так далее. Правильно я понимаю, что, несмотря на то, что это самое страшное из того, что мы сегодня должны обсуждать, предсказать мы это не можем. Ну, по большому счёту, нет. И заранее профилактировать, избежать этого мы тоже не можем. Наши действия офтальмологов на это не влияют, наша задача просто констатировать факт наличия. Ну, мне кажется, здесь всё просто будет зависеть от того, как ведётся пациентка, от тяжести её гестозы. Это больше вопрос... Это гестоз неправильно. Пререклампсия, да. Ну, в общем, это к нам, видите, да, старайтесь вести корректно пациентку с пререклампсией. Хочется сделать акцент, опять же, да, вот об этом показании к кесаревому сечению, да, относительно, по-моему, оно там называется, как осложнённая миопия. То есть, допустим, отслойка сетчатки на одном из глаз, успешно оперированная, например, до беременности, даже ещё не должна являться таким показанием, да. Ну, мне кажется, вообще очень важно говорить об этом и рассказывать и как коллегам, слава богу, это сейчас эти знания становятся всё шире, и я, например, даже вот по публикациям в своём блоге я вижу, как подключаются специалисты с разных уголков нашей страны и говорят о том, что уже, конечно, нет такого повального увлечения и лазерной коагуляцией, и направлениями на кесарево сечение со стороны офтальмологов. Это очень радует. Да, и мне кажется, важно очень говорить об этом гинекологам, чтобы они действительно понимали, что не нужно бояться этого диагноза. И, ну, по большому счёту, действительно... Конечно, суперважно, потому что для нас дистрофия, отслойка, это же всё страшно. Поэтому важно, чтобы мы знали, что значит... Ещё раз скажем, да, что беременная женщина даже с дистрофическими изменениями сетчатки не находится в особой группе риска по ригматогенной отслойке сетчатки, которой всех ей пугают. И, соответственно, ситуации, где офтальмолог может запретить естественные роды, практически нет. Да. Вот я, может быть, так тоже... Ну, понятно, что гипотетически всё возможно. На моей практике не встречалось, но я могу себе, наверное, представить тоже такую ситуацию, если это пациентка с той же самой миопией в высокой степени, которая может осложняться изменениями в центральной зоне сетчатки, когда начинают расти новообразованные неполноценные сосуды, вот они как раз, наверное, легко могут кровоточить в период поток. И, возможно, действительно, этой пациентке, если мы будем видеть подобные изменения, будут даны рекомендации по возможности исключить потужной период в родах, потому что это будет значимо сказываться на прогнозе по центральному зрению, да, вот по тому, что мы видим прямо перед собой. Вот, может быть, стоило бы как-то дифференцировать вот это понятие осложнённой миопии, что она включает, никто, ну, под этим можно всё что угодно подразумевать. Ну, смотрите, клинические рекомендации по Кесареву пишут, гинекологи, нам сложно, нам сложно это, но нам надо, конечно, работать вместе, над всё, что касается наших смежных историй, нам нужно работать вместе, конечно же. Поэтому пока всё-таки благословения пишем. Я так поняла. Нам будет так и спокойнее. Некоторые такие ярые адепты evidence-based medicine говорят о том, что если от вас гинеколог требует заключения офтальмолога от тактики родов, бегите от этого гинеколога. Но мне кажется, это несправедливо, в первую очередь, по отношению к беременной женщине. Это наша с вами... Это наша с вами коммуникация. Бесспорно, если мы общаемся постоянно, и мы знаем, что под каждым из ваших диагнозов вообще лежит и что это означает, тогда да, я больше чем уверена, что офтальмологи 80% наших диагнозов понятия не имеют, о чём это. Поэтому вы должны иметь в виду, что 80% ваших диагнозов мы тоже себе слабо представляем. Поэтому вот то, что я знаю, перечень, для меня не страшно. А если там появляется что-то новое от врача, которого я никогда в жизни не видела, я не знаю, он это придумал, этот диагноз существует, не существует, страшный, не страшный, я могу лезть, разбираться в этом самостоятельно. Но мне всегда будет спокойнее, если у меня есть контакт с офтальмологом, это офтальмолог в моей клинике, я могу ему позвонить. Конечно, мне всегда есть у кого уточнить, но, наверное, можно бежать от любого гинеколога, в общем и целом. Ну, пока да, просто не нужно делать... Никто не требует, конечно, мы не требуем. Крайне женщину, чтобы она слонялась по офтальмологам, которые всё-таки напишут это. Когда есть какие-то многосоставные диагнозы, в которых мы можем запутаться, конечно, нам проще, если будет от вас поддержка, мы будем знать, что вы ничего против не имеете. Ну и надо тоже сказать, что нет необходимости, например, в повторных осмотрах бессимптомных беременных у офтальмолога, это тоже достаточно распространённый миф, что нужно пройти там в первом, в третьем триместре. Нет, не нужно, если в первом триместре не выявлено какой-то патологии, которая требует этого динамического наблюдения. Есть определённый страх и насторожность женщин как раз по отношению, например, к закапыванию этих капель. Не вредны ли они? Для какой-то разовой диагностической манипуляции мы не имеем, что мы должны их бояться. Вот как раз повторные диагностические процедуры с расширением зрачка, они потенциально, может быть, могут обладать каким-то эффектом, поэтому нет в этой необходимости, это нецелесообразно, и, конечно, крайний случай, это может быть просто опасно по итогу. Может быть, мы не знаем. Наше лишнее манипуляции. Да, по крайней мере, эти вещества, эти препараты, они находятся всё-таки в категории С и, возможно, Б, и то есть сомневаюсь, скорее даже С. Мы не уверены в обязанности. Ну что, мы обсудили, мне кажется, очень много того, что касается зрения беременности. Наверное, мы подытожим то, что мы могли вынести из этого диалога, если говорить про гинекологов. А. Да, по приказу мы направляем к офтальмологу, но не надо для каждой женщины ждать от офтальмолога каких-то великих открытий. Б. Не забываем при любых зрительных симптомах, при любых нарушениях отправлять к офтальмологу. В. Суперредко офтальмолог может как-то повлиять на нашу тактику родоразрешения, и если какие-то слова и диагнозы вам непонятны, проконтактируйте с офтальмологом и вообще спросите, что это значит, и надо ли на это обращать внимание, и вообще как-то дальше эту пациентку вести, наблюдать, лечить и так далее. Но генерально идея такова, что... Вот самое главное, мне кажется, что мы выносим для гинекологов, что вообще не обязательно, что миопия – это повод думать о кесаревом сечении. В 99, наверное, и 9% случаев это не так. Верно? Да, совершенно верно, и это бывает сложно принять, потому что традиции сильны в нашей стране. Я могу даже про себя, например, сказать, что когда я только начинала, как офтальмолог, я расширяла каждую беременную, я везде искала дистрофию сетчатки, если мне что-то не нравилось, я обязательно направляла к лазерному хирургу. Слава богу, что сейчас накапливается определенный объем знаний, который позволяет нам быть увереннее, смелее в тех рекомендациях, которые мы даем, и позволяет объяснять пациенткам, чего нужно бояться чаще всего, что ничего не нужно бояться. Чаще сложно успокоить, чем накапливаться. Да, да, то есть наша основная задача действительно – это объяснить, что происходит, чем это чревато, и как мы должны это наблюдать. Мне кажется, это важно действительно об этом говорить, и чем больше и офтальмологов, и гинекологов будут знать о том, что миопия в высокой степени не равно к кесарево сечения, перестанут пугать пациенток подобным исходом беременности, и уж тем более настаивать на этом, когда для этого нет никаких показаний, то тем проще будет нам всем, и счастливее будут наши женщины, в головах которых не будет вот этих лишних и необоснованных страхов. Да, еще же очень важно, что мы избежим повторных кесаревых. Очень часто показанием кесарево является первое кесарево, а первое кесарево, потому что миопия, и это тоже мы избежим. Ну что, мне кажется, что это было суперпродуктивно и суперважно. Спасибо большое, Людмила, за то, что ответили на наши вопросы, как и кушарево-гинекологов, и спасибо коллеге, я надеюсь, что наш разговор был полезен, спасибо, что были с нами на Первом медицинском канале. Мне кажется, это было очень продуктивно. И приятно. И приятно.